МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск новостей на телеканале Брянская губерния. Встречи федерального уровня, масштабные спортивные и культурные события, прошедших 7 дней. В общем, все, чем запомнилась уходящая неделя, расскажу вам я, Андрей Мамошин, и мои коллеги, корреспонденты Брянской губернии, сегодня в выпуске. Время трудное, но справляемся. Известный политик Сергей Миронов выразил слова поддержки жителям Брянской области и лично губернатору. Регион сложный с точки зрения того, что творят украинские террористы. Все на старт. Брянск присоединился к всероссийской массовой гонке Лыжня России. На защиту границ губернатор передал военным необходимую технику. Главные ценности. Губернатор Александр Богомаз официально объявил о старте года семьи в нашей области. Как сказал наш президент, главное предназначение семьи – это рождение детей. Золотой фонд. Губернатор поздравил брянских ученых с Днем российской науки. Славные имена брянских ученых вписаны в отечественную и мировую историю науки. Еще больше вложений о культуре и образовании пошла речь в правительстве региона. В школу, чтобы и порядок был, и директора понимали свою ответственность. Зверь учит говорить без слов. Как сериал, который показывают на Первом канале, связан с Брянской областью, рассказал создатель истории. Александр Васильевич, который является примером патриотизма и героизма сегодня в современной России. Российский политик, руководитель фракции «Справедливая Россия за правду» в Государственной Думе Сергей Миронов посетил Брянскую область. В пятницу встречал гостя губернатор Александр Богомаз. Земля, Брянск теплая. В Брянск Сергей Миронов приехал на поезде. В 10.55 гостя встречал губернатор Александр Богомаз. «Солнечная морозная погода» – тема, которую обсудили на перроне. Впереди большая программа пребывания в нашей области. Встреча продолжилась в кабинете. Сергей Миронов выразил слова поддержки жителям Брянской области и лично губернатору. Время трудное, но мы справляемся. Ситуация неплохая, я вам скажу одно. Мы постоянно росли, да? А мы в прошлом году, собственно, доходы почти 10 миллиардов плюсом. 22-й год росли, 21-й год росли, 23-й год выросли. Вот за два года на 27 миллиардов мы выросли, собственно, доходы. Первый месяц прошел, первый месяц. На 8% получили больше, почти 10%. Уже как? Уже на душе спокойнее. Уверен. Будет, будет. Но дай Бог, чтобы так и было. Регион сложный с точки зрения того, что творят украинские террористы. Наша партия поддерживает Владимира Владимировича Путина. Да, сложности есть, но все понимают, этот национальный лидер, который действительно не побоялся бросить вызов всему коллективному Западу, отстаивая наши национальные интересы, наш суверенитет, нашу независимость и то, что сейчас происходит в рамках специальной военной операции. Лидер фракции «Справедливая Россия за правду» в Государственной думе Сергей Миронов в Стародубе посетил хоккейный матч. На льду команды «Олимп» и чемпион мальчишки 2012 года рождения. Губернатор Александр Богомаз рассказал гостю, что сейчас по области работают уже 12 ледовых дворцов. Планы на ближайшее будущее грандиозные, чтобы в каждом райцентре был каток и бассейн. К достижению этой цели Брянщина планомерно движется. Затем Сергей Миронов встретился с пограничниками, которые несут службу по охране государственной границы. Дорогие товарищи, ну прежде всего хочу сказать вам благодарность за вашу службу, потому что граница под надежной защитой, ну а то, что сейчас граница боевая и опасная, вы лучше меня это все знаете. Народ наш их уважает и любит. Уважение народа, здорово стоит, когда стали, как можно сказать, по-другому относиться к человеку полном. Потому что все понимают, что безопасность этих жителей, которые здесь живут, это находится в их руках. В их руках, а потом в военной культуре. Губернатор Александр Богомаз передал необходимую технику военным, охраняющим границы государства в Брянской области. Подробности в нашем сюжете. С самого первого дня специальной военной операции жители Брянской области принимали участие в сборе средств для помощи нашим защитникам. 11 февраля состоялась передача очередной партии оборудования, необходимого для более качественного несения службы. По поручению президента Владимира Путина по всей стране созданы региональные благотворительные фонды во имя Отечества, куда перечисляют средства и жители, и наши предприятия. Денежные средства были перечислены крупными государственной корпорацией, оборудование специального назначения закуплено. Мы уверены, что оно в профессиональных руках будет надежно защищать границы Российской Федерации и нашу Брянщину. Тот девиз, когда был еще в Советское время, что народ и армия едины, он сегодня как-никак говорит о том, что народ. И наши области, и наши страны честности поддерживают армию, парануправление. И, конечно же, все благодарны за ту работу, которую делаете вы сегодня по выполнению задач нашей Верховной войны Бомагрища, президента Старо Леонидовича Путина по задачам ПСО. Так что вам огромное спасибо, от всех людей спасибо. Но данная техника, оборудование поможет вам, я сказать, нести службу и выполнять те задачи, которые стоят перед вами. Группировка прикрытия «Брянск» и сотрудники погрануправления ФСБ России по Брянской области получили антидроновые ружья и радиостанции. Главе региона показали боевые трофеи, дроны, сбитые и посаженные силами наших защитников, и обломки БПЛА самолетного типа, сбитого в Брянском приграничье. Этот был сбит, обнаружен с помощью булата, сбит с помощью лыжня, этот был сбит автоматом, этот посаженный. Стартует вся Россия. Здесь не обязательно укладываться в нормативы и бороться за секунды. Заряд бодрости и хорошего настроения – вот что заставляет участников из года в год выходить на старт всероссийской массовой гонки «Лыжня России». На шикарных, пластиковых и простых деревянных на трассу вышли сотни брянских поклонников лыжных гонок. До старта меньше 30 минут 12-летний Георгий Сафронов уже наматывает круги, разминается. Участвует в категории 12 лет и младше. На лыжи его поставил папа. Я уже 7 лет занимаюсь этим спортом. Очень нравится. А какие ожидания у тебя? На первое место. Я лидер в своем году пока. Планирую стать королем лыж. На старте самые маленькие. Им от 2 до 4 лет. Для них и дистанция скромная – 224 метра. Первое наше соревнование. Пять лет стали на лыжи. Старшая у нас дочь занимается уже 7 лет. Поэтому всегда соревнования – это волнительно для нас, но интересно. Отлично! Шестое место. Призовое. Так что молодец. Поэтому устал и не может ничего пока говорить. Говорить. Ну, надо немного подработать. Что именно нужно улучшать? Технику. В наше время это очень важно. Потому что сейчас молодежь предпочитает больше компьютер и какие-то другие дела. Не замерзла. Погода, в принципе, хорошая. Ну, тепло оделись – это хорошо. Атмосфера хорошая. Тут все очень красиво. На трассе сотни участников из разных районов области. Не все профессионалы. Всего пять категорий. Соревнуются дети, подростки, взрослые. На старте самые опытные лыжники. Старт дает губернатор Александр Богомаз. Внимание! Ура! Погода, пиво! Лыжный спорт – это спорт массовый. Любимый вид спорта, который у нас в Брянске также развивается, также дает нашей стране великих спортсменов. Вот сегодня здесь назвали Ларису Куркину. Сегодня она тренер, тренер школы по лыжам. Александр Гуршунов, который завоевал самые престижные награду, он стал обладателем Кубка мира. Это наша гордость, та гордость, которая выросла здесь, на нашей Брянской земле. И вот сегодня в Брянске мы много делаем для того, чтобы наши дети, наше будущее занимались спортом, росли здоровыми, крепкими, достойными представителями нашей страны и нашего народа. А это уже Стародуб. Участники приехали из 13 муниципалитетов Брянской области. Лыжная трасса находится рядом с деревней Тютюри. Лыжи же у меня у крови. Я люблю этот вид спорта. Это красивый вид спорта, здоровый вид спорта. Я так считаю. В таком возрасте немножко волнуюсь. Ну а когда бегу, я тогда уже вылаживаюсь как могу. Я бежала один километр и я выиграла. Все было легко. Когда я бегу, я пытаюсь ни о чем так не думать. Желаю всем иметь тренировок, чтобы дети занимались любым видом спорта. Это очень полезно, перспективно. Я уже неоднократно участвовал в Лыжне России. Это очень интересно. И занимательно детям впечатление на всю жизнь. Впервые в нашем регионе Лыжня России проходила в четырех районах. Вместе с Брянском и Стародубом соревнования организовали в Дядькове и Лакте. Пока в этих городах лыжня была в самом разгаре, в областном центре уже готовились к награждению. Хотелось показать результат только лучше. Пока имею надеяться на это. Атмосфера праздника чувствуется. Очень все хорошо организовано. Погода хорошая, солнце светит. Одно удовольствие находиться на природе. Сейчас бежит сын сегодня, потом уже я побегу. Жена с маленькой дочкой дома четырехмесячный. Старший сын побежит 10 километров. Так что большая семья, все на лыжах. На лыжах я катаюсь редко. А вот ногами бегу до сих пор. И выполняю третий спортивный разряд по легкой атлетике. По единой всесоюзной классификации. Что делать на пенсии? Только катайся, радуйся. Спасибо за такой красивый день, прекрасный праздник. Каждый год у меня как традиция участвовать в лыжне России. Да, ну, для меня это прям такой интересный вид спорта. Вот он, посмотрите, как он пожимает руку Александра Васильевича. Молодец, браво, он получает заслуженную награду. И наши аплодисменты! Медали, кубки, грамоты. И это не только тройки победителей. Уже традиционно специальным призом отмечают участников и победителей также партия «Единая Россия». Свою награду получил и Георгий Сафронов. Как и обещал, первое место. Очередная победа. Я сначала гонки рассчитывал. То, что я знаю, то, что я без напряга от всех уеду и выиграю эту гонку. Так как я же не раз это делал. У меня уже есть опыт выигрывать. Небольшая передышка и Стародуб, который также присоединился к всероссийской гонке, вновь встал на лыжню. Профессионалы и любители поборолись за кубок губернатора. Лыжные гонки, как вид спорта, зародились в нашем регионе в начале 50-х годов 20 века. В Стародубе в 1972 году была открыта детско-юношеская спортивная школа по лыжным гонкам добровольного спортивного общества «Урожай», в которой тренировались более 160 учеников. Учащиеся школы круглогодично выезжали на учебные спортивные сборы по всему Советскому Союзу. Возрождение лыжных традиций после долгого перерыва началось три года назад, когда в городе было открыто отделение по лыжным гонкам на уровне отделения школы Олимпийского резерва Брянской области. А в этом году Стародуб принял сразу два больших лыжных мероприятия. 10 февраля сюда съехались любители лыж из 13 муниципальных образований Брянщины, чтобы принять участие в Лыжней России. А на следующий день состоялось открытие лыжной гонки на призы губернатора Брянской области. Сегодня мы проводим открытую лыжную гонку на призы губернатора Брянской области. У нас будут масс-старты свободным стилем проходить в возрастных категориях от самых юных, 2014-2015 год рождения, до старших юношей и девушек, 2006-2007 год рождения. Заявлено 120 участников. На лыжах я второй год стою, а бегаю уже три года. Меня берут на эти соревнования, то, что я способен на них пробежать, и то, что у меня есть нормальные конкуренты. Здесь сегодня, в Стародубе, в районном центре, как сказали, в районе, в котором были хорошие традиции по лыжным гонкам, и даже были филиалы, филиалы и белые березки, и лопуши, сегодня этот вид спорта возрождается. И сегодня здесь присутствуют не только спортсмены из наших районов, из города Брянска, но и наши соседи Калуга. Я от всей души хочу ребятам пожелать сегодня, чтобы вы здесь, на этой лыжне, показали достойный результат, достойный результат, чтобы победил действительно сильнейшее. Но и даже кто проиграет, не нужно никогда падать духом. Никогда. Вот когда-то был такой известный лыжник, король лыж Николай Зимятов, который в детстве, у него ничего не получалось. И он был так слабеньким, хиленьким, но только труд и занятия сделали его великим лыжником, великим спортсменом и королем лыж. Это тот человек, который занял на 15, 30 и 50 километров на Олимпийских ехках. Приятно видеть то, что наша география расширяется. Если до этого момента все, скажу так, профессиональные соревнования высокого уровня проходили только в городе Брянске, то сейчас мы уже проводим сегодня здесь соревнования. Это не маловажные соревнования, практически это профессиональные. Профессиональные для маленьких детей и более старшего возраста. Для тех, кто участвовал в этих соревнованиях, лыжи – это не просто мимолетное увлечение, это важная часть жизни. Лыжи – это, считаю, моя вторая жизнь. Есть моменты в школе, потому что школа – это школа, а лыжи – это уже, считаю, оставшаяся моя жизнь. Я ей больше всего времени уделяю, тренировки, у меня просто получаю удовольствие от этого. Обычно я думаю о том, как бы распределить лучше силу на трассу и пропускать соперников, за ними держаться или нет. Ну, а чувствую, сейчас вот раньше, получается, я волновался, а сейчас уже нормально все. Поражение зачастую воспринималось очень болезненно, особенно среди младших участников. Но тем слаще заслуженный победный результат долгих упорных тренировок. Ожидания, конечно, были всегда на первую, но это еще не моя самая первая лучшая победа, она еще будет, потому что это так, а будет еще лучше. Сегодня достаточно хорошо проехал, ну, ожидаемо было. Ну, а так-то я особо тренировочным только темпом работал. Да, то есть я не сильно ехал. Я думаю, я не проеду вторая, потому что есть намного лучше ездят меня люди. А тут все-таки вторая. Я не ожидала такого. И самая приятная, торжественная церемония награждения. Она и завершила лыжный спортивный праздник в Стародубе. Мастер-класс от чемпионов. В эти февральские дни вся страна отмечает десятилетие открытия Олимпийских игр в Сочи. В 2014-м Россия подарила планете спортивный праздник, каких еще не было. И это невозможно отнять или отменить, как бы кто ни старался. Как нельзя забыть и славную историю побед советских и российских спортсменов. На минувшей неделе у воспитанников хоккейных школ региона была уникальная возможность лично пообщаться с легендами нашего хоккея. Разрешите от ветеранов поблагодарить вашего губернатора, потому что еще 10-12 лет назад мы открывали вот этот каток с нашими партнерами. И теперь у вас в Брянске 12 катков. То есть это очень здорово видеть целую армию теперь любителей хоккея. А вам пожелать успехов. Самое главное работайте, чтобы у вас была цель. А слова этого человека дорогого стоят. Легенда, живая история, двукратный олимпийский и восьмикратный чемпион мира. Одно появление на площадке пятерки красной машины во главе с Макаровым вызывало трепет у обороны соперника. Вот выгод двое против нуля, Сергей Макаров. Легко. Я легко, как легко встал на тормоз и изменил направление. Посмотрите, как легко это. Это потрясающе. Ну посмотрите, какая отступка. Макаров выходит один на один. Обыграет ли вратарях. Прекрасно. У нас страна большая, поэтому талантов много. Их надо найти. Им дать надо возможность, чтобы они проявили себя. Поэтому у вас уже хорошо на такой небольшой область, можно сказать. 12 котов – это здорово. Желающие заниматься найдутся. Ну было бы где. Поэтому вот на лицо вы видите сейчас ребята разного возраста. Уже я смотрю, как они катаются. Как это уже видно, что это уже мастерство. Это ребята уже, которые будут играть. И в КХЛ, в ВХЛ и дальше. Легендарный хоккеист ничуть не лукавит. Он, как еще один почетный гость спортивного праздника в Брянске, призер Олимпийских игр и человек, который провел почти полтора десятка сезонов в НХЛ, Борис Миронов, видели и расцвет советской школы хоккея, и то, как вместе с большой страной все рухнуло. Поэтому сейчас они не скрывают эмоции от увиденного в совсем не хоккейном до последнего времени Брянске. Да, из массы получается. И где-то есть и бриллианты, которые где-то скрыты. Поэтому чем больше катков, чем больше ребят занимается, конечно, будет больше хоккеистов хороших. Ребята, если любят этот вид спорта, отдаются им, то им только надо помогать в этом. И в будущем, я думаю, неважно, откуда ты, из Брянска, из Норильска, но ты можешь представлять страну в сборной и играть на Олимпиаде. И пусть эти ребята в силу возраста еще не совсем осознают, спортсмены какого уровня приехали к ним в гости. Ты вот на кого хочешь быть похожа? Не знаю, на Кучерова. Я хочу быть как Овечкин. Хорошо. А ты на кого хочешь быть похожа? Как Овечкин. Кирилл Капризов. Овечкин. Гусев. Судить строго их не стоит, ведь у каждого поколения должны быть свои кумиры. Главное, что они пришли в ледовые дворцы в своих городах и поселках. Не струсили, не бросили. И сделали свой выбор – связать свою жизнь со спортом. Мы сегодня в Брянске много делаем для того, чтобы было где заниматься нашим детям. Это и ледовые дворцы, бассейны, фоки, футбольные поля. Мы надеемся, что через 5-7 лет наша команда Брянской области будет достойно представлена на чемпионате нашей страны. А будущее этой команды сегодня здесь находится у нас на льду. Спорт, он и нужен для того, чтобы он человека приучал терпеть, стараться и добиваться поставленных целей. Именно те качества, которые потом каждому из вас пригодятся в вашей дальнейшей жизни. Если для юных хоккеистов такие мастер-классы от легенд больше развлечения, то для наставников это отличная мотивация для своих воспитанников. Живой пример, чего можно достичь, если идти к своей цели. Конечно, разговаривали, говорили, что олимпийские чемпионы и так далее приедут. Дети готовы, заряженные, будут сейчас тренироваться, получать опыт. Великие люди для хоккея, для страны. Но это полезно детям? Полезно, конечно. Я все время испытываю трейд, потому что я люблю хоккей, эти мероприятия, все время дрожь. Вооружившись пусть и небольшим багажом секретов от звезд, брянские хоккеисты вышли на лед. В этот день состоялся финал первенства области среди юношей возрастной категории 2015-16 годов рождения, в котором встретились команды спортивного клуба «Брянск» и Стародубского муниципального округа. Нужно отметить, что юные хоккеисты не разочаровали, подарив болельщикам настоящий хоккейный спектакль с обилием заброшенных шайб, интригой и захватывающей концовкой. Соперники были достойны друг друга. Вплоть до середины третьего периода ни одной из команд не удавалось оторваться в счете больше, чем на одну шайбу. Но на концовку сил и эмоций осталось больше у ребят из Стародуба. Матч окончен! Счет 6-4! В пользу команды «Алимп» город Стародуб! Ваши аплодисменты! Помимо хоккеистов из Стародуба, награды в этот вечер получили все призеры первенства области. А в этом году это 5 возрастных групп, 48 команд, более тысячи будущих звезд брянского хоккея. Профессора, доктора наук и кандидаты, исследователи и изобретатели. В четверг в Хрустальном зале областного правительства с профессиональным праздником, Днем российской науки, поздравили брянских ученых. Губернатор Александр Богомаз вручил награды лучшим представителям научного сообщества. День российской науки отмечается ежегодно 8 февраля. Ровно 300 лет назад в этот день по распоряжению Петра Первого была учреждена Академия наук. На протяжении столетий российские ученые вносили свой вклад в развитие мировой науки. Среди выдающихся людей немало и наших земляков. Славные имена брянских ученых вписаны в отечественную и мировую историю науки. Их разработки продолжают служить и сегодня, когда страна развивает собственные технологии и производство. И на достижении технологической независимости брошены все силы наших ученых. Такие задачи стоят перед нами в десятилетие науки и технологий, объявленные президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. С гордостью скажу, что брянские ученые работают над самыми важными направлениями, сочетают науку с практикой на высокотехнологичных предприятиях региона и всей страны. 143 доктора наук, 639 кандидатов, 45 заслуженных ученых брянской области. Вот золотой фонд нашей науки сегодня. Выпускники ведущих вузов брянщины востребованы в самых разных отраслях. Промышленности, оборонки, ракетостроении, медицине. Огромный рывок вперед благодаря ученым аграрного университета сделало сельское хозяйство региона. Опытные поля университета стали научной практической площадкой нашего дня брянского поля. Крупнейшие выставки достижений сельского хозяйства, интерес, который растет с каждым годом. Вот на прошлой неделе у нас была встреча нашей делегации, меня лично, с президентом Республики Беларусь Александром Егоровичем Лукашенко, который и попросил, и унес предложение, чтобы с этого года ведущее предприятие агропромышленного комплекса Беларуси, которые производят технику, оборудование, семена, удобрения, принимали участие в этой выставке. Это здорово стоит, когда президент другой государства говорит, что мы в Брянской области в данном направлении сделали большой прорыв. И вот сегодня там, в Гомеле, Вадим Ефимович, ваши выпускники проводят обучающий семинар для всей Республики Беларусь. Александр Богомас вручил почетные грамоты губернатора лучшим ученым области. С праздником всех собравшихся поздравила сенатор Российской Федерации Галина Саладун и спикер Облдумы Валентин Суббот. Лидер нашего государства Владимир Владимирович Путиным задан курс на национальное развитие страны. Поэтому высокое звание ученого ко многому обязывает. Глядя в этот зал, приятно осознавать, сколько талантливых ученых успешно трудится на Брянской земле. Для развития научного потенциала у детей в Брянской области созданы центры технического образования, технопарки, кванториумы, медицинский предуниверсарий, центр одаренных детей ОГМА. Почти 1300 брянских школьников стали призерами и победителями всероссийских олимпиад и научных конкурсов. Будущее российской науки в надежных руках. Залог успеха в любой отрасли – это грамотное использование технологий и научной базы. Это касается и сельского хозяйства. А брянским аграриям есть что рассказать коллегам не только из других регионов страны, но и соседней Беларуси. Специалисты Брянской и Гомельской области обсудили вопросы возделывания рапса и взаимодействия в других направлениях сельскохозяйственной отрасли. Делегацию Брянской области, в состав которой вошли представители регионального департамента сельского хозяйства и ООО «Миленский картофель», на Гомельщине приветствовал председатель обл. исполкома Иван Крупко. После обсуждения общих вопросов развития взаимоотношений и обмена опытом между аграриями двух соседних областей, специалисты из Брянска приняли участие в расширенном заседании с учеными, в том числе по видеосвязи с научно-практическим центром по земледелию. Основная тема – технологии и передовой опыт наших аграриев в возделывании рапса. Интерес со стороны братьев-белорусов вполне объясним. Брянщина – признанный лидер в производстве этой культуры в нашей стране. Основной вопрос, интересовавший белорусских ученых, как в условиях песчаных почв, а на территории Гомельской области таковыми являются 52% получать достойный урожай. Своими секретами поделились представители ООО «Миленский картофель», которая занимается выращиванием рапса в аналогичных условиях, но при этом показывает стабильно высокую урожайность. Как отметили наши аграрии, секрет прост – строгое соблюдение технологий. К примеру, когда разрыв от спашки до посева 24 часа, тогда и глубина в спашке не превышает 2 см. А соблюдение технологий дает сохранность посевов 95-98%. Стороны договорились продолжить консультации и обмен опытом в этом направлении. Ну что ж, разговор о науке мы продолжим с настоящим ученым, преподавателем, ректором Брянского государственного технического университета, доктором технических наук, профессором Олегом Николаевичем Федониным. Здравствуйте. Добрый день. В первую очередь я вас хочу поздравить и в вашем лице всех ваших сотрудников с Днем российской науки, который мы отметили накануне. Вы в этой отрасли порядка 30 лет, правильно, да? Да, я закончил наш РУЗ, родной Брянский институт транспортного машиностроения, в 1992 году. Вот с этого момента я являюсь сотрудником ВУЗа. Сначала БИТМА, теперь Гостехуниверситета. Да, 92-й, 2024-й, 31,5-й год. И чуть больше 10 лет вы ректор. Да, и больше 10 лет я ректор. Вот за все это время как-то менялись задачи, которые перед вашими учеными ставило время? Да нет, пожалуй, задача перед ВУЗом всегда стояла одна. Это подготовка кадров для промышленных предприятий региона. И задача и по сей день стоит такая. Мы должны обеспечить в нужном количестве выпускников требуемого качества, скажем так. Все остальное – это сопутствующие вещи. А это основная задача, она и сейчас именно так и формулируется. Мы вот от ученых чего ждем? Каких-то изобретений, каких-то прорывов. Вот здесь есть какой-то, может быть, яркий пример или то, чем ВУЗ может на сегодня гордиться? ВУЗ может очень многим гордиться, потому что просто преподавание дисциплин не позволяет подготовить хорошего специалиста. И больше того скажу, для того, чтобы преподавать дисциплину на современном уровне, нужно ее понимать на уровне научных достижений в этой области, в этой дисциплине. Поэтому хороший преподаватель тот, кто параллельно еще занимается какими-то научными исследованиями. Вот буквально последние события, которые прошли год-полтора-два назад, то, безусловно, у нас очень серьезные разработки в плане повышения качества материалов. Второе направление в этой же, так скажем, или смежной области, это реализация технологий и создание оборудования для аддитивных технологий. То есть, когда выращивается деталь, в данном случае мы использовали проволоку, и путем наплавки, параллельного упрочнения и последующей параллельной мехобработки мы создавали целые детали. Ведется ли сегодня какая-то работа, есть ли определенные прорывы в импортозамещении? Уже несколько лет мы этим занимаемся, есть импортные детали, нам нужны свои детали. Как ВУЗ в этом работает ключа? Успешно достаточно, потому что сейчас наметилась тенденция, когда все импортные зарубежные поставщики становится очень неадекватной к нам, более того, предвзято относится, это сложности большие вызывает. И действительно, очень своевременно поставлена задача импортозамещения, мы в этом направлении работаем и работаем по реинжинирингу, когда мы берем объекты уже существующие и пытаемся создать технологии и условия для изготовления у себя. Но и в плане разработки чего-то нового, допустим, вот мы очень успешно работаем с ЗАО «Кремний-Л», весьма успешно в плане микроэлектроники и в плане разработки их изделий, и в плане создания измерительного оборудования для их изделий. Это тоже большой блок того же, собственно, импортозамещения и технологической независимости нашего государства. Давайте к жизни перейдем. Ученый тоже человек. Как у вас в ВУЗе выстроена система поощрения? Ну, различные способы. Значит, нашумевший, так вот известный всем термин «эффективный контракт», вот это документ, который между сотрудником и ВУЗом заключается, он предполагает размер оплаты в зависимости от его вклада в общую, так скажем, вузовскую деятельность. Если человек готовит научные статьи, он поощряется финансово. Если он оформляет, получает патент или программу, регистрирует, или базу данных электронную создает, это поощряется, это финансируется. Если он участвует в выполнении каких-то научно-исследовательских или опытно-конструкторских работ по заданию Минобра или Минпромторга, то он, естественно, там зарабатывает очень серьезные деньги на этом деле. Поэтому, чем больше вклад сотрудника в общую, так скажем, вузовскую копилку, это всегда поощряется финансово и прилично. Если это еще идет в разрезе каких-то министерских программ, то финансирование еще больше. Поэтому у нас есть категория сотрудников, которые имеют заработную плату выше, чем заработная пара, а ректор – это нормально. Финальный у меня такой вопрос. Как в ребенке можно разглядеть будущего ученого? Вот наши телезрители сейчас сидят дома, там их ребенок играет в игрушки или учится, готовит домашние задания, вот они на него смотрят. Вот как понять, может ли из него получиться будущее светило отечественной науки? Знаете, если у ребенка есть тяга к исследованию, к изучению, у него есть все реальные перспективы вырасти человека, который будет заниматься наукой. Будет ли он большим ученым, или он будет просто ученым? Это очень расплывчатая категория. Если человек занимается наукой, он уже ученый. Если есть тяга к исследованиям, а у ребенка все просто, вот новая игрушка, нужно посмотреть, как она устроена. Если через 20 минут или через 30 минут он ее попытался разобрать, вот это потенциально наш абитуриент, это потенциально наш сотрудник. То есть это нашим телезрителям, кто ругает своих детей за то, что они ломают игрушки, да? А возможно, это будущее ученого. Спасибо вам большое, что пришли к нам в гости. У нас в гостях был настоящий ученый, ректор Брянского государственного технического университета Олег Николаевич Федонин. Спасибо вам. Спасибо. Многодетные семьи. Эта тема открывала новостную повестку недели. В понедельник губернатор Александр Богомаз официально объявил о старте года семьи в нашей области. На торжество в Хрустальный зал регионального правительства пригласили многодетные семьи. Самые маленькие участницы торжества на руках у родителей. Сестричкам Ане и Алене Пушкаревым исполнился только месяц. Не знаем, как себя детки поведут, но пока ведут себя хорошо детки. Приятно, что двое детей сразу, ну как бы семья расширилась уже. И старший уже не так скучно, а то скучала ходила. Очень необычно, потому что ходишь такой один, а тут сразу и разные крики младших, и спать надо ложить. Ну, много забот появилось. Бормутовы приехали на торжество со старшими детьми. Дома еще двое малышей. Большая семья, веселая семья. Я рос, у нас было трое родителей. Моя жена росла, у них было шестеро у родителей. Поэтому, когда у нас был один ребеночек, потом второй, скучновато. По-честному. Большая семья, крепкая семья – это залог будущего и нашего рода, и нашего города, и нашей страны. О семье как важнейшей ценности говорил губернатор Александр Богомаз. Как сказал наш президент, главное предназначение семьи – это рождение детей, продолжение рода, а значит, продолжение нашего народа, нашей многовековой истории. Благополучие семьи с детьми – это важнейшая цель государственных программ и национальных проектов. Это главная составляющая государственной семейной политики. Мы всегда заботились о наших семьях. В Брянской области сформирован целый комплекс мер, направленных на улучшение демографической ситуации, сохранение традиционных семейных ценностей. Более 20 из них – меры финансовой поддержки. Только в прошедшем году такую поддержку получили 48 тысяч семей, у которых воспитывается 74 тысячи детей. И на простых примерах о наших земляках, которые понимают важность крепкой семьи. У нас сегодня в зале присутствует семья Грушниковых, которые воспитали пятерых детей. Но, что самое важное, вот Миша сидит, я его вижу, его мать их воспитала 8. 8 детей. И это дети послевоенные. То есть, когда одни ботинки были на троих, все они выросли достойными людьми, которые уже воспитали достойных сыновей. Четверо племянник-усыновей воюют. Четверо. Которые нарождены. Вот понимаете, многодетная семья, большая семья. У них во всех большие семьи. И, как говорят, что нельзя вырастить, дать образование. Там можно все вырастить, образование. Самое главное – желание. И вот я всегда говорил, буду говорить. У нас сегодня проблема не в том, во что водить и чем накормить детей. А в том, что самый сложный, самый тяжелый труд – это расти детей. У нашей семьи было, у нас родителей было 8. А у меня 5. У дочки трое детей. Все здесь находятся. Ну, простая, обычная, какая тут такой истории нет. Обыкновенная история. Обыкновенные семьи. И братья мои, и сестры мои. И все в сельском хозяйстве. И до сих пор еще работают. В фермерском хозяйстве работают. Ну, и свое фермерское хозяйство. Какое мини-хозяйство. Разбиваете? Разбиваю, да. На торжестве приветствовали стоя многодетного отца, участника СВО, Руслана Юсенова. Александр Богомаз вручил ему медаль, участник специальной военной операции. Трогательный момент торжества – передача частицы семейного очага «Сердце России». Он был зажжен на ВДНХ. В Брянск огонь доставили многодетные супруги – Ксения и Денис Давыдовы. И частичка этого огня сегодня здесь с нами. Мы хотим передать ее в управление ЗАГС Брянской области, откуда он разойдется по всем отделам ЗАГС нашего региона. И каждая созданная семья сможет зажечь свой семейный очаг. Многодетным семьям вручили сертификаты на областной материнский капитал, сертификаты на приобретение жилья молодым семьям, свидетельство на право получения социальной выплаты на жилье, удостоверение многодетной семьи. На память об этой встрече у всех останется фотография. В 2024 году на реализацию национального проекта «Культура» в Брянской области потратят втрое больше денег, чем годом ранее. Какие объекты будут построены или отремонтированы? Какое оборудование будет закоплено? Об этом говорили на еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве, которое провел губернатор Александр Богомаз. На совещании обсудили два вопроса. Первый – ход реализации нацпроекта «Культура». В прошлом году его финансирование составило 224 миллиона рублей. Началась реконструкция детской школы искусств номер 10, закуплено световое оборудование для театра драмы. Новые музыкальные инструменты для «Четырех дышей». Отремонтированы шесть домов культуры в сельской местности. Создана модельная библиотека, приобретен автоклуб. На реализацию мероприятий региональных проектов в рамках нацпроекта «Культура» в 2024 году предусмотрено 705,5 миллиона рублей. В том числе 365,5 миллионов – это средства федерального бюджета и 334 миллиона – средства областного бюджета, а также 6 миллионов – средства местных бюджетов. Запланированы капитальные ремонты девяти домов культуры в сельской местности на общую сумму 57,1 миллиона рублей. В 2024 году на приобретение двух автоклубов для обслуживания населения в сельской местности выделено 21,3 миллиона рублей. Все запланированные работы должны пройти процедуру электронных торгов. То, что в 15 января, все торги должны быть проведены по отделу группы. Второй вопрос повестки – выявление социально-негативных явлений с участием несовершеннолетних. Здесь большая угроза исходит от сети интернет. Правоохранительные органы стараются выявлять и закрывать такие источники информации. В 2023 году в Роскомнадзор было направлено 13 материалов об ограничении доступа к информационным материалам экстремистского характера. Прокуратура Брянской области 2 заблокировано 9. Большое внимание в этом году будет уделено профилактике реальным встречам со школьниками. Им будут разъяснять опасность совершения различных деяний и их последствия. В 2024 году в целях отвлечения подростка противоправной деятельности сотрудниками МВД и представителей РДДМ запланирована реализация программы «Классные встречи». Оперативными подразделениями МВД России по Брянской области на постоянной основе проводятся оперативно-розыскные оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление совершеннолетних, являющихся пользователем информационных ресурсов, сайтовой страниц сети интернет, которые пропагандируют суициды, а также противоправные действия, представляющие опасность для жизни и здоровья несовершеннолетних. Как отметила Наталья Музалевская, школы предпочитают скрывать от правоохранительных органов информацию о трудных подростках, детях с девиантным поведением. Ни одна образовательная организация не передавала нам, сотрудникам полиции, информацию о деструктивном поведении учащихся. Все практически оставалось в стенах школ, хотя на совещании неоднократно это озвучилось. Но спустя, как говорится, в декабре этот процесс активизировался. Я хочу сказать, что в основном у нас поступило 47 информаций таких. Это те районы, которые работают в данном управлении. Это Брянский район, 16, 13, Фокинский, 5, Унический, 8, Володарский, 3, Бежицкие районы, которые передают незамедлительную информацию о том, что касается деструктива в отношении подростков. Александр Богомас назвал такое поведение руководства школ абсолютно безответственным. Вместо того, чтобы вовремя бить тревогу, привлекать к решению проблемы полицию, родителей, психологов, педагоги абстрагируются от этого процесса. И это порой приводит к очень тяжелым последствиям. В том, когда случается, кричат, что мы не виноваты. Как виноваты? Это безответственность. Непонимание того, что вы за это отвечаете. Все отвечают. И директора школы отвечают, и заучи отвечают. И те же самые начальники образования в районах отвечают. В школе не замечают, а что происходит. С родителями не вызывают, не разговаривают. А зачем? Сейчас же вызовешь родителя, а потом тот бучу поднимет. Очень не заметят. Но в школах же это же как семья. Все знают друг о друге все. Но не бывает такого, чтобы кто-то не знал, кто-то не сказал. Особенно там, где сельские территории. Что-то случается же, все знают. Но все хотят вот от себя. Все это от себя, типа. Моя хата с края, ничего не знаю. И все это принесет. Необходимо активизировать работу со всеми сторонами, вовлеченными в процесс воспитания подрастающего поколения. И родители, и школа, и правоохранительные органы должны более внимательно подходить к каждому ребенку. Выполнять свою работу ответственно, а не спустя рукава. Ведь от этого зачастую зависит жизнь ребенка. Надо сейчас в школах, чтобы и порядок был, и директора понимали свою ответственность, завучи понимали, и учителя понимали, что раз пришли в школу работать, то душу надо детям отдавать. Понимаете, почему там я не пошел к учителю? Потому что видели, как родители душу отдают детям. Я не смог бы так отдать. Это профессия педоок, это одна из тяжелых профессий. Тяжелых, что не решено легких. Но то, что сейчас потихоньку наша безответственность вошла в нашу жизнь, это есть. Там получилось это, как я руслова пацана, фильм посмотрели. Ну, с одной стороны, плохо. А с другой стороны, как повернуть. Вот белорусы там были. Мне просто понравилось, как они повернули. Губернатор говорит о цикле социальной рекламы. Она стала ответом на бившему оскомину сериалу, который в Беларуси тоже смотрели. Они моя кровь, мои корни, моя опора. Буду заботиться о своих родителях. Слово пацана! Опыт наших соседей-белорусов может быть очень полезен и у нас. И снимать такие ролики под силу любому школьнику. Итоги прошлого года. Цели на текущий и обновление руководства. Губернатор Александр Богомаз провел рабочую встречу с заместителем генерального директора АО «Трансмашхолдинг» Артемом Леденевым. Среди главных тем беседы – успехи холдинга и знакомство с будущим руководителем БМЗ. Прошлый год для «Трансмашхолдинга» был успешным. По словам руководства, выручка увеличилась на 40%. Поспособствовали этому и брянские заводы, которые входят в состав холдинга – БМЗ и Сталилитейный. С точки зрения работы предприятий «Трансмашхолдинга» в Брянской области, а именно Брянский машиностроительный завод, Биржевский Сталилитейный завод, также сработали с увеличением объемов производства. В частности, БМЗ за 2023 год увеличил свою выручку больше, чем на 20%. Планы на 2024 год еще больше. Я бы сказал так, рекордные. В следующем году задача у завода – сделать продукцию на сумму порядка 75 миллиардов рублей, что в принципе в истории завода впервые. Мы это видим, видим, как развивается завод, как наращивается мощность. То есть я уже 9 лет работаю, помню, когда была 12 миллиардов, вот у меня уже 65-ти шаговая. Вот как идет модернизация завода, как он работает. Губернатору Александру Богомазу представили будущего руководителя Брянского машиностроительного завода Александра Попругина. «В последнее время работал генеральным директором одного из ключевых поставщиков Брянского завода, предприятия «Пенс Дизельмаш», которое поставляло и поставляет, и будет поставлять двигатели для маневровых тепловозов, таких как ТМ-18ДМ, ТМ-23. Теперь будет их, эти тепловозы, собирать. Задач много. От увеличения объемов перевозки грузов и пассажиров до расширения рабочих мест. Потребность в брянских локомотивах огромная. Ключевые заказчики – это РЖД, ключевые заказчики – это наши партнеры из Казахстана, наши партнеры из Монголии, частные заказчики внутри страны, в том числе, вот в прошлом году были выпущены тепловозы 3Т-28, которые не только пошли на российские железные дороги, но и начали работать на новой железной дороге, которая строится от угольного разреза Эльгауголь в сторону океана, Тихоокеанской железной дороги. Там эти локомотивы работают в четырехэкционном исполнении, вывозя уже уголь в направлении порта. «Зверь учит говорить без слов» – это мысль фильма, который будет показан по Первому каналу «Воскресенье». Первая его серия уже вышла в эфир 5 февраля. «Абрек» – так называется сериал, который, как оказалось, связан и с Брянской областью, и с губернатором Александром Богомазом. Как его зовут? Абрек? Это же «Разбойник» по-чеченски. Здравствуй, Абрек. «Повесть Абрек» – первая художественная книга Джамбулата Умарова. Он историк и востоковед. Четыре года назад Джамбулат Умаров был удостоен звания «Народный писатель Чеченской Республики», а в июне 2021 года стал лауреатом Пушкинской премии за просветительскую и общественную деятельность. Это история дружбы, это история братства, это история, без которой мы не сохраним страну. Это история о людях, которые, будучи разными по национальностям, разными по менталитету и по каким-то конфессиональным убеждениям, едины в том, что они должны сохранить страну, что они должны защитить ее от проникновения тех, кто эту страну считает колонией, кто эту страну считает своей предаточной территорией, кто считает, что с этой страной может быть все, что угодно, лишь бы были набиты их карманы, лишь бы их геополитические устремления, их мечта о мировой гегемонии стала реальностью. Мы этого не хотим. Кто мы? Мы простые Володи, простые Магометы. Мы этого не хотим, потому что Россия стала другой и у России есть настоящий лидер. Играет в сериале и наш земляк Борис Камарзин. Но с брянском Джамбулата Умарова связывает не только актер его фильма. Многолетняя дружба с губернатором Александром Богомазом и наш регион, куда Умаров любит приезжать. Для меня это место, где я могу реализовать себя как друг, как соратник, как человек, который интересуется, можно сказать, передовой Российской Федерации сегодня. Потому что мы знаем, какие рубежи держат сегодня Брянщина и ее жители. Что здесь тревожно. Что несмотря ни на что, благодаря такому человеку, которого я называю суть и соль земли русской, настоящего русского мужика, настоящего русского защитника, с которым вам очень сильно повезло, губернатора, очень уважаемого мной друга и брата нашего Александра Васильевича Богомаза, это, мне кажется, вообще пример того, каким должен быть, у меня даже не поворачивается язык называть его чиновником, каким должен быть истинный хозяин региона. Человек, который поэтически относится к его жителям. Человек, который заботится о хлебе насущном, которым он завтра будет кормить детей этого региона. Человеком, который является, безусловно, Александр Васильевич, который является примером патриотизма и героизма сегодня в современной России. И благодаря таким героям, я считаю, нашего времени, как Александр Богомаз, благодаря тому, что их усилиями, да, вот наша многонациональная Россия, Россия будущего, выпестовывается именно там, где тревожно, именно там, где льется кровь, именно там, где нужно вздуть жилы для того, чтобы выдержать натиск врага. Врага, который себя надменно называет коллективным западом. Поэтому я очень люблю Брянскую область, я очень люблю здешние леса, здешние снега, здешних людей, я в них влюблен. Смотрите сериал «Влюбленного в Брянщину человека» на Первом канале по воскресеньям с 11 февраля после программы «Время». Кстати, полностью Абрек есть на всех видеохостингах. И просмотров у него уже больше двух миллионов. Это были главные новости уходящей недели. Еще больше вы узнаете на нашем сайте губерния.тв. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова